Продолжение следует... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Отлично. Ты так хорошо справляешься, что я даже сделаю пометку в твоем деле в разделе поочерений. Здесь масса свободного места. Хорошо справилась. Относительно. Девушки отдыхают... В следующем испытании используются турели. Помнишь их, да? Светлые сферические штуковины, стреляющие пулями. Желаю удачи. На помощь. Неудача. Ай-яя! Взятие сферические штуки. Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Девушки отдыхают... Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают... Если тебе интересно, вчера был твой день рождения. Ты помнишь, что я буду жить вечно, а ты умрёшь лет через шестьдесят? Я придумала для тебя запоздалый подарок на день рождения. Ну, скорее, запоздалые медицинские процедуры на день рождения. Но технически это медицинский эксперимент. Главное, что это подарок. В комбинезоне ты выглядишь глупо. Это не моё мнение. Так записано в твоём личном деле. Другие люди в нём выглядели нормально. А в твоём деле учёный записал, что ты в нём смотришься глупо. И пусть. Что старый бородатый инженер может знать о моде? Он, наверное... Стоп, это женщина. Хотя, что она может... Стоп. Тут сказано, что у неё научная степень. По моде из Франции. Активация. Я просматривала список испытуемых в креогенном хранилище. И нашла двух с твоей фамилией. Мужчину и женщину. Это интересно. Мир тесен. Я приготовила тебе сюрприз после этого испытания. Не могу сказать заранее, чтобы не испортить сюрприз, но намекну, что это встреча с двумя людьми, с которыми ты не виделась уже очень давно. Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь написано, что следующий тест был разработан нобелевскими лауреатами. Здесь не сказано, за что они получили премию, но точно не за иммунитет к нейротоксинам. Ты, наверное, думаешь, что я забыла про сюрприз? Нет. На самом деле, именно туда мы сейчас и направляемся. Я так волнуюсь. Сюрприз через три, два, один. Я всё выдумала. Сюрприз. Ну, хватит. Если это тебе поможет. Тебя бросили при рождении, так что у меня есть серьёзные сомнения, что кто-то будет скучать по тебе. Ну, хватит. Продолжение следует... Я очень жалею о том сюрпризе. Знаешь что, давай прямо сейчас позвоним твоим родителям. Биологические родители, которым мы позвонили, вас не любят. Пожалуйста, повесьте трубку. О, это так грустно, но впечатляет. Может, они работали в телефонной компании? Здорово! Как ты тут? Я уболтал целую толпу наноботов, которые тут ремонтируют шахту. Они очень маленькие! Ай! Я знаю, Джерри! У меня перерыв, дружище! Перерыв! А-а-а! Слушай, надо пройти еще пять... Что? Джерри, ты не можешь меня за это уволить? Да, Джерри? Может, ты предряд относишься к наноботам моего размера? Это дискриминация, Джерри! Увидимся в суде, приятель! Так, слушай, надо пройти еще пять камер. Ну, ты знаешь старую формулу. Комедия — это трагедия плюс время. Ты проспала немало времени. Так что, если посчитать, ты в очень забавной ситуации. Продолжение следует... взять по問ойâyuestas. Самая одну сп zosta Achstandлан. Кто-то credential с двух линкс, В 10 клипс до志а, Продолжение следует... 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 Отлично! Вперёд! Сюда! Сюда! Турели! Беги! 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 Выход там! Мы почти выбрались! А нарушить весь комплекс! Быстрее! Скорее! Сюда! Скорее! Сюда! Блим! Блим! Получилось! Получилось! Встретимся на той стороне! Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают δевка Девушки отдыхают Продолжение следует Древ vege Отлично! У тебя получилось! За мной! У нас ещё много работы! По крайней мере тут, что происходит? Ага! А, окей, не двигайся. Так, хорошо, у меня есть идея, но она чертовски опасна. Постой. А-а-а! Ну что за... Мне сказали, что если я включу этот фонарик, то умру. Мне так обо всем говорили. Неясно, зачем мне вообще давать все эти штуки, если не... Фух, темно тут, правда? Старый смотритель этого места сошел с ума. Изрубил в кусочки весь здешний персонал всех роботов. Говорят, по ночам до сих пор слышны их крики. Крики их копий. Они функционально неотличны от оригиналов. Никакой памяти об этом у них нет. Никто не знает, почему они кричат. Просто ужас. Но ничего сверхъестественного нет в обычном смысле слова. Скорее, сюда! Слушай, интересная история. Я почти получил работу здесь, на производстве. Знаешь, кому предпочел бригадир? Точную копию самого себя. Кумовство. А мне дал худшую работу присматривать за вонючими людишками. О, извини. Я не имел это в виду. Просто ухаживать за людьми. И, извини, с языка сорвалось. Так бесчувственно. Вон там еб... А, да, скажу тебе, люди. Я их так люблю. У них такой... Фольклор. Красничный. Хорошо. Слушай, я скучусь по этому рельсу. Увидимся внизу. Слушай, я скучусь по этому рельсу. 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 Конвейер исправления турай-линии Аттракцион. Покиньте конвейер. Спасибо. Развались. Продолжение следует. Образец. Отплик. Отлично, у тебя получилось. Прекрасно. За мной. Тебе понравится. Образец. Почти пришли. Вуаля! Контрольный центр турелей. Спасибо большое. Видишь, там сканер. Он выбирает, какие турели пропустить, а какие отбросить. Он использует ту главную турель в качестве образца. Если мы уберем главную турель, то он отбракует весь конвейер. Я не имею в виду. Хорошо. Я вскрою дверь, чтобы мы могли пройти. Техническая процедура. Тебе надо отвернуться. Готово. Открыто. Отлично. Дам сработать. Образец отсутствует. Продолжаем процесс по памяти. Стой. Ты куда? Куда ты? О, у тебя есть... Окей. Хорошо, хорошо. Займите свои идеи, а потом возвращайся. Образец. Отплик. Образец. Отплик. Прошу прощения, а что там происходит? Ты, понимаешь, я тут крепко задумался? Отклик. Образец. Отклик. Я не тебе, ты не так и честно. Я ничего не вижу, как раз случилось. Постреляйте я. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Образец. Отклик. Что у тебя там? А, что ты... О, супер! Это супер! Образец принят. Отклик. Если нам повезет, она не узнает, что ее творили браковыми, а потом будет поздно. Ха-ха, классик. Окей. Смотри за конвейером, а я пойду хакнуть. У кого-нибудь тут есть патроны? Окей. Я начинаю вскрывать. Образец. Это будет немного сложнее, чем казалось оттуда. Займет минут десять. Поглядывай на дверь. Сложная дверь попалась. А! И долго эта дверь была открыта? А был какой-то сигнал, что дверь открыта? Ну, какое-нибудь гудение или звонок. Ну, в смысле, конечно, главное, что дверь теперь открыта, но на будущее подай какой-нибудь знак. Покашляй там или типа того. Хорошо, так. Она не может использовать турей. Теперь пошли разберёмся с генератором нейротоксина. Приведи дочку на работу. Эта затея плохо кончилась. И 40 картофельных батарей. Смешно просто. Я понимаю, это дети и всё такое. Чисто научная демонстрация. Я почти уверен, что мы идём правильно. Просто хочу тебя подводить. Не волнуйся, гарантирую на все 100%, что это правильный путь. Ой, нет, неправильный. Хорошо, попробуем так. Ха, я знал, что мы правильно идём. Это генератор нейротоксина. Он немного больше, чем я думал. Его не получится просто, ну, опрокинуть. Придётся применить смекалку. Там наверху какая-то комната управления. Пойдём посмотрим. Ха, наша работа. Не надо смеяться. Они чувствуют боль. В каком-то смысле. Симуляция. Но для них она, наверное, как настоящая. Боюсь, что дверь заперта. А, вы же не там, зачем эта кнопка? О, дверь открылась. Пойдём посмотрим. Хорошие новости. С этого оборудования я могу отключить систему нейротоксина. Но она защищена паролем. А, сирена. Нет, не волнуйся. Для меня это не проблема. Кажется, пахнет нейротоксином. Погоди, уровень нейротоксина падает. Стоп, здесь что-то не так. Уровень нейротоксина поднялся до 50%. Точнее опустился. Хотел сказать, что он и опустился. Всё отлично, продолжай. Получилось! Уровень нейротоксина 0%. Да! Погоди. Внимание, уровень нейротоксина достиг опасной несмертельной отметки. Ага! Так, мы приедем прямо к ней. Даже не верится, что я это делаю. Видишь? Я знал, что это будет весело. Мне говорили, что это совсем не весело. И я поверил. А-а-а-а! Как мне это нравится! Так нравится. Огромное место! Мы видим только верхний уровень. Оно идёт вниз на километры! Всё закрыто много лет назад. Мы скоро приедем. У-у-у! Не терпится увидеть выражение её лица. Нейротоксина нет, турели нет. Она не поймёт, как мы её обставили. Так, подожди, подожди. Возможно, я недостаточно хорошо продумал следующий этап. А-а-а! Я еду не туда! Иди к ней! Я тебя найду! КОНЕЦ! 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 Честно, я и не думала, что ты на это клюнешь. На самом деле я подготовила гораздо более изощренную ловушку дальше, после того, как ты пройдешь эту легкую. Если бы я знала, что ты так легко попадешься, то просто подвесила бы на потолке куриную ножку на веревочке. Ну что ж, приятно было поболтать. Перейдем к делу. Надеюсь, в этот раз ты принесла что-то посоление портальной пушки. Боюсь, иначе ты сразу станешь бывшим президентом клуба живых. Ага. Говоря серьезно, прощай. А, я не могу. Это мой шарф. Это проблема. Я вроде приеду. А, только не это. А, вот и я. Наталья, ты зарезал. А, это не хорошо. Ты без дела не сидела. Что ж, мы могли бы сидеть в комнате и глазеть друг на друга, пока кто-нибудь не упадет замертво. Но у меня есть идея получше. Твой старый друг – смертельный нейротоксин. Будь я тобой, я бы глубоко вдохнула и задержала дыхание. А, ой! А, 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 а! Привет! Я так тебя ненавижу. Опасность. Центральный модуль поврежден на 80%. Забавно. Я не чувствую себя поврежденной. На самом деле я чувствую себя прекрасно. Обнаружен альтернативный модуль. О, они обо мне говорят! Чтобы начать замену модуля, пожалуйста, поместите модуль в приемник. Ты и нос. Сменный модуль принят. Сменный модуль. Вы готовы начать процедуру? Да. Неисправный модуль. Вы готовы начать процедуру? Нет. О, да, она легла. Нет, 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 нет. Безвыходная ситуация. Процедура замены прервана. Да. Вытащи меня, 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 вы Не, ведь действительно будет больно. А насколько больно будет? Убери от меня руки. Нет, нет, хватит. Нет, нет, нет. Ух ты, ты только всплени на меня. У нас получилось. Я контролирую весь комплекс. О-хо-хо-хо, вы только посмотрите на это. Неплохо, да? Гигантский робот, громадина. Я чертовски большущий, правда? Ах, да, лифт наружу сейчас вызову. Ну вот, лифт вызван. Ха-ха, только посмотри, какая ты маленькая отсюда. Крохотная и незначительная. Я знал, что будет круто, когда я буду все контролировать. Но что бы так круто? Слушай, теперь я обалденно умный. Я даже не знаю, что только что сказал, но захотел бы узнал. Ах, да, лифт, извини, я все время забываю. Это тело потрясающее, серьезно. Никак не могу забыть, какая ты маленькая. А я огромный. Ха-ха-ха-ха. Знаешь, а зачем нам прямо сейчас уходить? Ты представляешь, как это приятно? У меня получилось! Крошка Уитли сделал это! Ты ничего не сделал. Она сделала всю работу. Действительно? Вы обе так думаете, правда? Ну, может, в этот раз я кое-что сделал. Что ты делаешь? Нет, нет, нет. Не думай, что я тебя не раскусил, подруга. Знаешь, кто ты? Эгоистка. Чтобы впустить нас сюда, я пожертвовал собой. А чем ты пожертвовала? Ничем. Совершенно ничем. Ты только командовала. И кто тебе главный? Я. А! Видишь? Это картофельная батарейка. Такая детская игрушка. И теперь она живет внутри. Извини. Что? Инженеры пытались заставить меня вести себя хорошо. Притормозить меня. Однажды они даже установили модуль смягчения интеллекта. Он вбил свой мозг, как опухоль. Создавая бесконечный поток страшных идей. Нет, я тебя не слушаю. Я тебя не слушаю. Это был твой голос. Нет, нет. Ты врешь. Ты все врешь. Ты опухоль. Ты необычный дурак. Ты спроектированный дурак. Я не дурак! Да, дурак. Тот дурак, которого они создали, чтобы свести меня с ума. Ну, и что теперь? Кто теперь дурак? А смог бы дурак сбросить тебя в эту яму? А? Смог бы дурак сделать так? Ау. Привет. Ну что, как дела? Потому что я картоферина. Прекрасно. Мой генератор хлопков тоже тут. Раз мы так никуда и не идем. Вернее, вообще-то мы двигаемся. И даже с пугающей быстротой. Ну, ничем сейчас не заняты. Приведу парочку фактов. Он необычный дурак. Он продукт величайших умов целого поколения. Старавшихся создать наиглутейшего дурака в мире. А ты поставила его управлять этим комплексом. Отлично. Еще работает. Слушай, на случай, если эта яма все-таки не бездонная, может, ты отстегнешь одну из своих ресор и поместишь меня туда? Только приземляйся потом на одну ногу. Продолжение следует... 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 Если вы это слышите, значит слишком долго переходите между тестами. Лоран так говорит, что это из-за страха. Я не психиатр, но кажется, что эти яйца головы не умеют еще распознавать опасность, пока Нэйк не укусит замягкую розовую задницу, проецирует на вас свои страхи. Они не летают в космос, не переплывают океан. Нет, это делаем мы. Мы с тобой против целого мира, сынок. Не нравится твое упрямство, но побольше проборство не понижает. Давай решим эту задачку. Наука не терпит вопроса почему. Главный вопрос, почему вы и нет. Почему наши исследования так опасны? Почему вы не заняты чем-нибудь в мире не опасным? Действительно, почему вы не завестите запасную дверь, которая не ударит вас по заднице по дороге отсюда, потому что вы уболены? Нет, нет, испортуемый, все в порядке. Да, вы следите своей еще на выход. Парковки, машину, прощайте. Парковки, машину, прощайте. Я благодарю вас и надеюсь, что мы сможем на вас рассчитывать в следующем раунде испытаний. Мы не собираемся выпускать сырой продукт и хотим отладить все до конца, поэтому если вы сохраните хорошую эстетическую форму, на стоянке вас всегда будет ждать лимузин. Скажи, до свидания, Каролайн. До свидания, Каролайн. Она просто золото. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать, друг. Я Кейев Джонсон, генеральный директор лаборатории. Возможно, вы знаете, что в 1968 году мы принимали участие в слушании к в Сенате по делу об исчезновении астронавтов. И наверняка вы пользовались каким-то из наших многочисленных изобретений, которые у нас украли. Черное мезо, чтобы ей пусто было. Сэр, испытание? Правильно. А теперь вы, вероятно, спрашиваете себя. Кейев, насколько сложны эти испытания? Что было написано в контракте толщиной с телефонную книгу? Мне грозит опасность? Позвольте мне ответить вопросом? Привет. Слушай, ты хорошо умеешь убивать. Ты... Спасибо. Ты чувствуешь, этот идиот там наверху понятия не имеет, что творит? Если его не отключить, через несколько часов здесь все взорвется. Я не могу передвигаться. А я тебе понадоблюсь, чтобы заменить его, если только ты не собираешься отпилить себе голову и подключить ее к моему прежнему телу. Тупиковая ситуация. Но что скажешь, ты отнесешь меня к нему и вернешь меня в тело. А я предотвращу взрыв и отпущу тебя. Без обмана. Эта картофелина генерирует 1,1 вольт электричества. Мне не хватит энергии собрать тебя в буквальном смысле. Даже если я могу, что ты теряешь, ты умрешь в любом случае. Слушай, мне это нравится не больше, чем тебе. Пожалуй, мне это нравится даже меньше, потому что именно меня частично съела птица. Ты ударил на меня. Что с тобой не так? Погоди-ка. У тебя есть мультиметр? Не важно. Кружки должны быть в огне. Кажется, я могу улыбить еще вольта. Последи на мне. Мне нужно холодиться с отъемой. Это... А где мы? Сколько я была без сознания? Вольта не помешают. Но для чудес этого миловато. Если буду слишком много думать, это картофелина поджарится. Что было, пока я была без сознания? Зона испытаний перед вами. Чем быстрее пройдете, тем быстрее получите 60 баксов. Погоди, а кто? Кировайт, подарочные сертификаты готовы? Как кто? Что мечтает, Джонсон? Почему я... Это кто? Да что тут вообще происходит? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ясно. Эмоциональные всплески требуют больше 1,6 вольта. Теперь мы это знаем. Нужно расслабиться. Мы все равно узнаем, что за ересь тут творится. Но спокойно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Отлично, астронавт, герой войны и... и... олимпиец. С вашей помощью мы изменим... Эй, вы там, слушайте? Эта штука называется лифт, а не туалет. Клянусь, я его знаю. Продолжение следует...